Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор великолепнейшего варкапа под номером 385 Карта Pornstar BLS Потрясающе! Просто невероятное произведение искусства Давайте посмотрим, что здесь у нас Включим сразу триггеры, увидим, что если бы здесь не было клипа А клипа тут нету, видимо, патчами сделано Клипы не отображаются Можно было бы вообще перелетать в старт, но он, по-моему, и так с там ресетом Поэтому, да, ничего страшного В онлайне в этом случае как бы просто любой старт начинается Нет, не начинается Ладно, ну в любом случае, если нас останавливает типа вот здесь То мы можем отсюда вот так пару прыжков сделать и поехали Ну то есть это не дело Не дело Так делать нельзя, на варкапах так делать нельзя Вообще я бы хотел сразу сказать, что Спасибо Кузлеху, спасибо Константину Владимировичу Спасибо вам, ребятки, за поддержку Очень приятно, ценю, люблю, уважаю И Также хотел бы сразу сказать У меня взломали Телеграм Что нужно сделать? Ничего не нужно сделать Нужно просто Если вы были подписаны на наш Телеграм-канал Нужно просто от него Отписаться, удалить его нахуй И подписаться на новый, который в описании По-моему там ссылка такая Типа Тг.ми Слэш Ситирокет Все, туда подписывайтесь И все снова приятно Снова все Хорошо Чистенько И уютно В общем-то ладно Триггеры нам, наверное, не нужны Хотя В одном месте пригодятся В ЦПМ Я особо Роуты не знаю Но карта Типа Тут, кстати, триггер какой-то Я хотел посмотреть В ЦПМ Карта весьма такая Прямолинейная То есть тут Очень интересно Если я Если я вот так пройду То я не зайду в чекпоинт Я надеюсь Если у нас будет какая-то Нифига чекпоинт широкий Алло Hello, Pornstar Что происходит? Какой-то за этот Оу 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 Я не за... Надеюсь Ютуб ничего не сделает Потому что я Там буквально Тебе секундочек О, ебать Ладно Попробуем Я просто не хочу перезаписывать Еще надо много всего сделать Сегодня В общем-то Карта Все, нам триггеры больше не нужны Не нужны Карта весьма себе Такая прямая вся Как бы как и Любая почти карта Порнстара Но естественно Здесь есть свои изюминки Которые Включить Полоски А то Ребята Кстати не поймут Пацаны Есть свои изюминки Есть свои изюминки Не наберем Перед этой рампой Мы потеряем Большинство из нее Как бы Не очень приятно Учитывая что здесь Как бы еще нормальная Такая прямая На финиш А вот если мы Просто поворачиваем Каким-либо образом Не знаю Может быть Даблджамп Как там лесенки На эту рампу И так далее Возможно Это и есть наш Великолепный роуд Который Доставляет нам Двойную пенетрацию Ну и дальше тут В принципе ничего такого Единственное Я думаю что Вот эта вот Дырышка И в ЦП Наверное и в АКУ-3 Достаточно бесячая Потому что Вроде как Как не прыгай А все равно в эту дырку попадаешь А по-моему Это вот так работает Значит ЦП Сегодня очень скудный обзор Но Но Но-но-но Ля ш Ля хакаму Ля Ля могу Переходим в АКУ-3 Я очень правильно сделал Что зашел Вчера в онлайн И подсмотрел Романа Точнее я пытался Подсмотреть Ивуха Который занял Кстати какое-то место На этом варкапе Прислал демочку Я очень правильно сделал Что подсмотрел В АКУ-3 Потому что я думал Что ЦП Здесь очень скучно А в АКУ-3 Надо бы Будет о чем-то рассказать Сам я конечно Задорачивать эту карту Не стану Но такие дела В общем Если мы посмотрим На телепорты На полу Что мы видим Что мы видим Мы видим Что вот этот телепорт Как бы Давайте так Вот этот телепорт Ведет нас Куда-то в жижу Да Куда-то назад Опять Безумно долгий Чекпоинт Очень классно Видимо Пронстар Очень быстро Замапил Эту карту Прям Просто Мгновенно Замапил Просто Натянул Браш Типа Раскинул Где-нибудь Еще Таргет Чекпоинт Вот тут И такой Коннект Ну ладно В общем-то Этот телепорт Ведет нас туда Да А этот Телепорт Этот Триггер Он Как бы Вот он Идет досюда Да То есть Если мы Здесь упадем А зачем Он так сделал Видимо Ну ладно Он облегчил В Ку-3 Немножко жизнь Но Тем самым Все равно Ее усложнил Как бы Если мы падаем В этот триггер То мы оказываемся Здесь Ого 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 А если падаем В этот То оказываемся Уже здесь Но В этот триггер Не вариант Потому что Наша задача Пройти быстро А если мы будем Откуда-нибудь Откуда-нибудь Типа Оттуда падать Пытаться сюда Или куда-то туда Перелетать То это уже долго А тут Видите Крайшек есть И это означает Что можно разогнаться И так Сюда упасть И уже Значит Появиться Вот здесь И уже прыгать По ступенькам Это очень Интересный момент Я честно говоря Про это Не знал Опять Соплюхи И В принципе Я такой Прямо Ого Ого И второй Момент В ику-3 Более интересный Ну Интересный Не значит Легкий И не значит Что его приятно Делать Да Как и вот этот Телепорт Я более чем уверен Что не очень Приятный Так и Вот здесь Вот Если мы посмотрим Давайте вот так Вот это На одной высоте На одной высоте Да Да Зи Ноль Если мы посмотрим Сюда То здесь Всего лишь Она кривая Вы видите Задергается Вот здесь Где-то Или это Баг Наверное Баг Ладно Если мы посмотрим Здесь высота 48 То есть Запрыгнуть Отсюда Сюда Изи А что если мы Но Так как тут Рампа Мы ее Скорее всего Зацепляем Да Потому что Вот этот кусочек Вот этот кусочек Он Че он Он чуть-чуть выше Видите 56 И Из-за этого Собственно Наша задача Какая Если мы Вот тут Вот прыгаем Мы видим Да Если у нас Много скорости Мы можем Отсюда Запрыгнуть Сразу сюда Без рампы Ну и далее Делаем там Миллиард прыжков И залетаем на финиш Не знаю сколько прыжков Наверное 3 Или 2 2 скорее всего Вот такая вот Карта В Q3 В целом Не знаю Я проходить Прямо уж Не буду Потому что Я не вижу В этом смысла Здесь показывать Особо нечего Могу В ЦПМ Пробежаться Быстренько Конечно Сейчас Ребятки Которые там Топ 3 Заняли Свои же Ребятки Атакуют Прямо в спину И скажут Что Как это Нечего Показать Здесь Так Зоны Надо Использовать Ну Типа Упс Вот не знаю Мне кажется Надо без рампы Либо с рампой Но надо ее Очень грамотно Заюзать Именно Вот прям Под краеш Как нибудь Если мы Прямо Вот Так Делаем Доблджап Наверное Классно Но Так мы Доблджап Не сделаем Потому что Мы летим Откуда Оттуда Но Если мы Берем Пошире Траекторию Не знаю С другой стороны Как бы Мы можем Просто прыгать Прямо Прыгнуть сюда И прыгнуть на рампу Если получится Довернуть То есть Здесь мы Скорее всего Делаем прыжок А вот сюда Довернем Или нет Это уже Другой Абсолютный вопрос Если мы Скипаем рампу Ну Оттого Будет посмотреть Интереснее Демки Так как Эту карту Я не особо знаю Знаю только ВК3 приколы ЦПМ приколы Не знаю Давайте посмотрим Упс Давайте посмотрим Так Начнем с ВК3 Соответственно Очень много Демок Кстати Очень много Демок Поэтому давайте Быстро Не задерживаемся Между Так Рейвен Попрыгал С преджампом Звук есть Запись идет Все хорошо Хороший Граунд Фрейм Так Рейвенд Не использовал Эту тему Но здесь В любом случае Вот эти лесенки Вот эта рампа Как бы Она Они Попоболь В любом случае Попоболь Я думаю Что в ЦПМ Там Примерно То же самое В плане Боли Так 34-4 Флан Хорошая Демка У Рейвена Нигде Нету Таких Серьезных Помарок Все в порядке Здесь Вообще Вообще На таких рампах Ребят Если кто-то Не знает Ну я Общаюсь Сейчас Непосредственно С нижней Половиной Рекордов Если кто-то Не знает Да что такое Нос Прям Заложило Жесть Что Соплей Нету Просто Закладывает И все Не знаю Что делать В общем-то Если кто-то Не знал На таких рампах Лучше Не нажимать Прыжок Потому что Вы в принципе Будете всегда Приземляться На разную Часть Этой рампы И Иногда Это будет Значит Кончик Этой рампы Как сделал Флан Да Он не потерял Скорости Либо это будет Не кончик Рампы И вы потеряете Кучу скорости Как Рейвен В этом случае Лучше всего Вообще Не прыгать Если вы Знаете Что вы ее В любом случае Зацепляете Как бы Лучше потерять Стабильно Там 20 упсов На Как бы Соскальзывание По этой рампе Чем Потерять Вообще Все Имейте Ввиду На таких рампах Лучше просто Не прыгать Тем более Если вас Подкинет Тоже Приятно Летаем Приятно Приятно Все Все в порядке Так 33.5 Пашка Да что такое Прям Я умираю Может быть Так Плюс 600 Нормально Два Граундфрейма Еще Граундфрейм Здесь Не знаю Не знаю Как здесь Вот Кстати В Q3 Здесь Интересно Понять Как Граундфреймы Правильно Раскидать Потому что В принципе Карта Там Это Условно Три Прямые Да Тоже Прыгнул Ну может Быть Нет Ну Ну Может быть Вообще Зачастую Лучше Не прыгать На рамбах В Q3 Вообще Вообще Так Халвар Хеллоу Ой Ивух на сервере Рай Let's see Халвар Let's see Well Your trajectory Before Turn Kind of Wide This is a Minus Good Ground Frames There Stuck On Stairs It's Fine Stairs Stairs Spam Jump Drop Nice Nice Looks clean Looks clean However Thank you 33 2 H High Hite 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 Как это читать? Hite Или Hite 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 Это Немецкий Получается Так Здесь Тоже Широковато Как будто Пошел Ну Нужно В Q3 Конечно Все эти Углы Срезать Ну Пытаться Во всяком случае Ой Очень далеко Упрыгал Небольшой Так сказать Минус Тоже Прыгнул На рампе Я не знаю Всегда Когда прыгают На рампе Я всегда Прямо Подздрагиваю Корж 33 1 Хорошие Демки Хорошие Демки Там Скил Репорт Ну Все Корж Это Бан Все Невалидная Демка Корж Удаляй При мне Корж Ну Все в порядке Если что Это Я шучу Ребята Если что Ну Вообще Если Играть В Q3 Нужно Тоже Тоже Как-то Много Слишком Много Прыжков Лишних Мне кажется Здесь сделано Можно Как-то Упростить Траекторию Вообще В Q3 Нужно Учить Halfbeat Который Мы еще Увидим Я думаю Halfbeat Это очень Полезно Happy 31 Halfbeat Упрощает Жизнь В Q3 Очень сильно А еще Есть Reverse Типа Стрейф Чисто Боковыми Кнопками Роман Очень Хорошо Стрейф Так Ну Тут Типа Три Ну Вот Не знаю Вот Здесь Давайте Вот Я Поразмышляем Да Вот Ты Сделал Три Граунд Фрейма Да Мы Видим Что У Тебя Скорость Мы Видим Что У Тебя Скорость Вот Типа Наверное Первый Да Второй Третий И потом Ты начал Стрейфить То есть Ты Сбросил До 900 Потом Сбросил До 700 Потом У тебя Вообще Нет Прироста Скорости А потом Ну Потом Не важно Да Потом Мы Стрейфим Просто Чем Делать Много Граунд Фреймов Ну По крайней мере Мы про Эту Карту Да Говорим Про Прямые Какие Про Так Сказ Не Про Повороты Соответственно Чем Делать Вот Такие Три прыжка Я Думаю Что Выгоднее Сделать Сразу Себе Выровнять Траекторию Прыгнуть На 700 И уже Здесь Начинать Набирать Например Как Думаешь То Здесь Если Если Мы Здесь Мы Три прыжка По сути Делаем Ничего Типа А если Мы делаем Ничего Это Минус Поэтому Мы можем На первом прыжке Сбросить Уже До 700 А здесь Уже Пусть Будет 796 846 И здесь Ты уже Типа Ну Здесь Ладно Это Или Не считай Ну Ну Понял Да То есть Это Уже Будет У тебя На прыжок Быстрее Там На 2 Ну Не На Прыжок По тайму По тайму Не на прыжок Но по скорости Это уже Будет Плюс Типа Такие Моменты Где Хочется Вроде Сохранить По Больше Скорости И Плавно Повернуть Это Не Всегда Работает Иногда Лучше Сделать Хороший Граунд Фрейм Резкий Подсбросить По Больше Скорости Но Начать Уже Стрефить По Прямой Ну Демка Хорошая Демка Хорошая Не могу Ничего Сказать Так Сказать Так Сказать Сказать Ну Вот Типа Как Ауру Только Там Видимо Надо Как-то По-другому Это Все Дело Делать О Падает Падает Первый Человек Который Упал В Телепорт Не Ну Ауру Нормально Стрейф Вот Халфбит Ребята Кто Не Знал Вот Халфбит Ну Рампу Надо Облетать Если Не Облетаешь Рампу То Это Как Бы Не Рекорд По И Так А Рэнд Посмотрим Как Там Грамот То есть Возможно Вот Здесь Два Граунд Фрейма Типа То есть Первый Перед Поворотом И Второй Для Выравнивания Траектории Потому Что Там Поворот Как Б Типа Длинный Возможно Два Граунд Фрейма Стоит Делать И Все Ну Суть От Этого То Что Я Рассказал До Она Не Меняется Так Драконикс 35 Начинают Все Падать В Телепорт В принципе Тоже Получилось Да Что Типа Там Четыре Грамот Фрейма То есть Нужно А Вот Так Вот Решил Интересно Типа Вот Драконик Как раз Падает В дальней И Не Прыгает На Рампе Первый Кто Не Прыгнул На Рампе Кто Знает Кто Боится Этих Рамп Как Просто Не Зак Огня Хорошие Демки Хорошие Лунтик Ого Лунтик Давно Лунтика Не Был Ну Вот Например Да Сколько Был Грон Фреймов Два Но Судя По Скоростям Два Ну Тут Был Не Вариант Не Прыгать На Этой Рампе Потому Что У Него Прыжок Был Прямо В Рампу Типа Тут Либо Ты Прыгаешь И Фейлишь Либо Тебе Просто Повезло Бог На Твоей Стороне Лунтик Молодец 29.7 Дам Лайт А что-то Все Вы Ку-3 Заиграли Я Тоже Хочу Вы Ку-3 Играть Очень Хорошее Падение В Телепорт То есть Нужно Упасть В Него Как Можно Раньше 29.7 Хорош Топ 4 Неплохо Жаль Конечно Что Там Еще Полторы Секунды Топ Но Ничего Страшного Так Ациз Акциз Не Ну Если Этот Обзор Удалят Я Я Больше Не Буду Писать Обзоры На Порт Стар Картах Ну что По-моему Порт Стар И Гост Вот эти Два Америкоса Вот эти Вот Пасхалочки С Телками Это Конечно Это Конечно Приятно Когда Ты Играешь Но Когда Ты Записываешь На Ютуб Это Конечно Ну Как бы Ну Так Так 29 Три То Фу Вот Он Берет Пошире Чтобы Здесь Значит Ага Вот Все Один Гранд Фрейм Один Гранд Фрейм Вот Все Решение Один Гранд Фрейм Не Нужно Два И Очень Раннее Ну Может Не Очень Прямо Но Хорошее Падение В Телепорт Ну Облета Наверное Не будет Да Да Не будет Облета Нужно Конечно На Лестниках Посильнее Построфить Очень Хорошо Кстати Говорят Топ Четыре Ну Ладно Топ Пять Не Будем Поздравлять Поздравляем Москаля Топ Три Молодец Бай Ивух Украл Говорит Роут Ивух Написал Поэтому Демо Нейм Собственно Ивух Кантри Москаль Родился Бай Ивух Так Один Гранд Фрейм Да Ну да Ну Поздноватое падение В телепорт Конечно Там надо На старте По-другому Немножко Прыгать Делать Гранд Фрейм По-другому А что тут Бай Ивух Падение В телепорт Ты же Рампу Не облетел Ты ничего Не сделал Что тут Бай Ивух Москаль Давай Расскажи Нам в комментариях А мы все Почитаем И поймем Почему Бай Ивух Хорошо Москаль Спасибо Москаль Так Локи Почти Почти 28 0 Так сказать Второе место Поздравляем Локи Почему-то Дергается Очень Плохо Дергается Куд Ладно Так Среднее Так сказать Падение В телепорт Изи Изи Облетел Да Блять Пришлось Тормозить Че такая демка Долгая Я надеюсь Локи Не против Мы почитаем Тут Закадровые Эти Не Ну да Получается Если пришлось Тормозить То Может быть Рекорд Был бы Очень Ладно Может Там Потом Напишут Пенис Нельзя Нельзя Пенис Так Ивух Первое место Поздравляем Поздравляем Нашего Никиту Никто Не сомневался Что Ивух Очень Сильный Так Один Граунд Граунд Фрейм Жаль Роман Не пасал Было бы Прикольно Типа Топ Три Просто Все 28 В Ноль О Прям Прям Краешек О Ой Как Прям Вот Красиво Красиво Потом топовые демки Еще раз Посмотрим Не волнуйтесь Так Звездочет Раши СПБ Звездочет Поехали Ну Видно Да Что Совсем Новичок Видно Сервер Тайм 5 минут Я думал Просто Может Сколько По времени На карте Я могу Что Сказать Надо Наверное Для начала Вообще Вот Правильно Все Делаешь В том смысле Что нужно играть Стрейф Чтобы выработать Основную базу Движений То есть Чтобы Доводить мышку До Вот этой В твоем случае Зеленой Полоски Если она у тебя есть Пытаться Стрейфить Больше То есть Тут Большую часть Как бы Ну Причины Понятны Почему Все не доводится Почему Где-то Не стрейфится Это все Понятно Но Нужно Помнить Что Если ты Хочешь Развития Нужно Стараться Так сказать Лучше Да Как бы Это Не звучало И Стараться Типа Вот у тебя Пустое место Есть Где ты Не стрейфишь Где ты Просто Рулишь Типа Нужно Там Стрейфить Именно Там Нужно Набирать Скорость Пытаться То есть Почти Везде Нужно Набирать Скорость От Ладно Дальше Не будем Сильно Загружать Так 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 Ну RX8 Феномен Жирных Триггеров Тоже Пожалуйста Напишите В комментариях Зачем Такие Толстые Триггеры А Именно Чекпоинты Зачем Такие Чекпоинты А еще Они Даже Не Дотянуты Как бы Давайте Посмотрим Так Через Рампу Они Даже Не Дотянут То есть Их Все Все Чекпоинты Можно Скипнуть Типа В чем Ладно Хоть Финиш Дотянут И на том Спасибо Порт Стар Так 25.6 Рейн Ну Неплохо Неплохо Неплохие Демки Не скажу Что Тут Есть Где Вообще Ошибиться Прямо Жестко Чтобы Запороть Себе Тайми Чтобы Я Так Ооо Здесь Надо Не Так В целом Демки Хорошие Я бы Я Если В каждую Демку В детали Углубляться Что там Не так То Это Будет Просто Очень Много Времени Занимать Нормально Нормально Неплохо Единственное Можно Отслеживать Доблджамп На рампе Да Ганджа Бой Нормальный Доблджамп Хороший Единственное Вот Я бы Посоветовал Прыжок Жать Поменьше Стараться Стараться Прыжок Жать Поменьше Но Это Всех Вообще Касается Потому Что Даже Там У Верхушки Топа Бывают Такие Проблемы В любом Случа Прыжок Нужно Жать Поменьше Потому Что Когда Жмешь Прыжок Акселерации Нет Краксел Краксел Летс Гоу Ну Ну ладно Волканой 24 4 Ну пока Нормально Пока Нормально Рампы Нужно В целом Стараться Очень Остро Зацеплять Под очень Острым углом Чтобы потерять Минимум Скорости Это единственная Задача На рампе У вас Ваша Задача Ну Нормально Наверное 1200 Нормально Наверное Неплохо Неплохо Некропсай 23.8 Правый Циркл Циркл Ну Здесь Так Вот У него Спейсинг Выстрелился Что Каждый Угол Чуть Ли Не По Так Чуть Ли Не По Углу Так Поворачивал Типа Нигде Угол Не Получилось Срезать Потому Спейсинг Такой Тем Не Неплохо На рампе Очень Хорошо Получилось Так 23.8 Как Руф Даже Сприджампом Сприджампом Так Катуров На победу Настроен Тоже Вот Как-то Чуть-чуть Было Да Сдвинуть Спейсинг И уже Все углы Срежутся Ну Рампу Можно Было Чуть Чуть Поострее Взять Была Такая Возможность Почти Упал В дырочку Это Печально А демка Естественно Хорошая Так Хапи Гришка 23.7 Ну Смотри Опять же Хапи Гришка Опять Мы С тобой Тут Останавливаемся Ну Это У кого То Может Быть Было Но Я Прям Тут Почему То Заметил Вот Какой У тебя Был Сёркл Да И Какой У тебя Второй Прыжок Перед Тем Как Ты Полетел Вперед Попрыгал Вперед 579 Ты же Знаешь Что Сёркл Можно Сделать На 579 Просто Сёркл И Как бы Получается Вот этот Вот Старт Он Бесполезный Это я К тому Что Типа Приджамп Существует Во-первых Для Спейсинга А тут Как бы Это Не Шибко Я не думаю Что здесь Для тебя Это критично Важно Какой Там Спейсинг Получится В конце Например На повороте Либо Приджамп Делаю Для того Чтобы Твой прыжок Как бы После Старта Был Больше Чем Твой Сёркл Может быть 579 Больше Чем Твой Сёркл Да Теперь Ты скажешь Типа Что Ебать У меня Сёрклы По 550 Конечно Это выгоднее Для меня Но Нужно Понимать Что Например Если Приджамп У тебя Прыжок После Приджампа Получается Типа 600 Плюс Это нормально Если Чем больше Тем лучше Но Ниже 600 Смысла Особо Нет Проще Лучше Тренировать Сёркл Чем Плохие Приджампы Это Я к этому Веду Ну Нужно Типа Это Ни в коем Случай Я еще Раз На всякий Случай Вдруг Я не знаю Кто Как Воспринимает Информацию Я ни в коем Случай Не Кидаю Огороды В камень Да Надо Я просто Говорю На что Обратить Внимание То есть Вы возможно Когда это Делаете Не обращайте На это Внимание Я обращаю И Ваша задача Это Вот Он Сделал 580 Сёркл Ну И Всё Вот И Перебил Тебя Гришка Между прочим Кстати Говорят Деку Ещё Я хочу Пить Ну У Рамба Без Дабл Джампа В принципе 1200 Терпимо Наверное Но Тут Бы Уже Вот У нас Уже Везде Тут 1200 Пора Бы Получше Так RTDPI В этом Случае Тоже Давай Давайте Раз мы Про Приджампы Поговорили Давайте Мы Разберём Немножко То есть Приджамп Это Неплохо Где Он Там Но Здесь Подожди Если Мы Посмотрим У него Первый прыжок Заканчивается Уже На старте Да То есть Время Уже Пошло Время Уже Пошло Но У него 520 Упсов В чём Смысл Этого Приджампа В чём Смысл Приджампа Вообще Получить Больше Скорости Чем Обычно Перед Стартом Да Из этого Делаем Вывод Что Приджамп Нужно Делать Вдоль Старта А затем Просто Поворачивать Наверное Да То есть Тут возможно Конечно Возможно У человека Здесь Проблемы С Типа Типа Со Скоростями Но Я Вижу Что В принципе Человек Стрейфить Умеет Поэтому Скорее Все Это Просто Недочёт Так Сать Нужно За этими Моментами Нужно Следить Ребят Не Очень Хорошая Рампа 1100 Ладно Там Видимо Рандомно Об На Рампе Но Ладно Я не думаю Что это Сильно Критично Кузлях 23.6 Вообще Типа Вам нужно Изучать Старт Мы говорили На НИП Стрейф Рокет Что Старт Нужно Изучать Всегда Первым делом Что вы делаете Изучайте Старт Где стоит Триггер Даже Если Когда Не было Вот этих Кнопочек На Показывание Триггеров Хорошая Рампа Кстати Неплохо Очень Даже Очень Даже Хорошо Даже Когда Не было Кнопочек Вы можете С собой Зацепить Старт И Примерно Текстуру Запомнить Где Старт Начинается И Вам Нужно Типа Ваша Задача Начинать Стрейфить Как Можно Раньше От Старта Как Можно Дальше От Старта Чтобы Пересекать Старт С наибольшей Скоростью Даже Если Это Касается Чисто Серкла То Серкл Нужно Делать От Дальней Стены Как Можно Дальше От Старта Потому Что Это либо вы пересекаете старт со скоростью 600, либо вы пересекаете старт со скоростью 580. Эта разница вроде, казалось бы, типа там даст вам плюс 2 фрейма в случае 600, да, на первом чекпоинте. Но в случае скоростной карты вам эти 2 фрейма потом в полтинник выльются или в сотку под конец карты. То есть вот фраги есть наращивание. Так, 23.5, ладно. Хватит, давайте демки смотреть, уже много демок осталось. Майки. Тоже спейсинг, конечно, неудачный. То есть все повернуть, ничего не срезать. Так, даблджамп на рампе. Можно было чуть-чуть поострее, порисковать можно было. Но и так сойдет, и так хорошо. И сразу у нас финиш залетел, очень хорошо. Сверху орут собаки. Так, че, мы рядом, мы рядом. Так, 23.3. J-H height. J-H. J-H. Не G. Так, вот спейсинг хороший подрезал. Здесь подрезал. Все. Здесь, здесь траектория хорошая. Так, а даблджамп какой будет даблджамп? Даблджамп не очень хороший. Еще и скорость после него потерял. Ну, что я могу сказать? Не очень качественно, не очень. Можно лучше, конечно же, можно лучше. Вот тоже как-то серкал. Нет стены, ничего. Ни бе, ни ме. Стрейв хороший. Стрейв чистенький. Хорошая рампа. 1300 после поворота. Вполне себе и даблджамп прямо на... На, так сказать, финиш. Так, синтакс 23.0. Ну, вот тоже, как бы, вроде, казалось бы, приджамп выглядит получше, но... Как бы, толку в нем не особо много. В таком, именно. Ну, рампа не очень, не очень чистая. Рампа, рампа можно было получше. И перебил на 200. 200, я так понимаю, чисто за счет стрейфа до рампы, типа... То есть, как-то, видимо, на старте выжал себе плюсов, а потом не ушел в минус. Вот и все. Ну, я так думаю, не знаю, анализировать прямо. Не будем, кто кого почему победил. Кто кого почему перебил. Так, за им 22.5. Вот этот приджамп поприятнее. То есть, уже вдоль стены пытался. Этот приджамп поприятнее. Ну, сами посудите. Приятно, когда плюсики на первых чеках сразу? Конечно, приятно. Из этих приколов с минусами. Хорошее, хорошее прохождение. Хорошее. Так, лунтик 22.2. Ну, почти одно и то же мы сейчас смотрим, да? Как бы... В этом... Ну, вот, например, да? Типа, вот, например, лунтик сделал почти вдоль стены. Вот у него 518, да? Ну, слабенький, так сказать, первый прыжок. Но зато второй 618. То есть, он уже в каком-то, но плюсе. Если... В отличие от того, если бы он играл просто серклом. Ой! Я сломал. Вообще, конечно, сейчас мне там напишут, наверное, что... Ой, хороший... Хороший ты был жал. Что, типа, там мы делаем, там, прижам, потому что мы не долетаем до этих... До стартовых столбиков, потому что, блядь, маппер... Маппер, вот это вот, не зерк, вот это вот все. Ну, типа... Ну, хорошо. Например, это ваша причина, но это не значит, что не надо стараться лучше. Я вот так отмажусь. Так, ну, хороший дублджамп, хороший. Я не думаю, что Хиязи смотрит нас с Египта. Но карты делает хорошие, кстати. Если кто-то думает, что поиграть, вот, поищите по вот этому мапперу. Неплохие. Они, конечно, кривенькие, как бы, ну, терпимо. И, в принципе, играть можно. Интересные. 29 на 4 уже, между прочим. Кошаков. Вот тоже прижам, да, неплохой. 619. Минус 32, между прочим, на первом чекпоинте. Очень хорошо на рампу попал. Прямо вообще... Прямо хорошо. 21,4. Вообще хорошо. 21,3. Иммортал. Вот тоже вдоль стены. Видите? 625. Второй прыжок. Хорошая рампа. Много скорости. 1530. Перед... Перед тропой. Очень хорошо. Вот, пошли, пошли, так сказать, эталонные быстрые демочки. Торнер. И сприджампа, между прочим. 1600 перед рампой. Очень хорошо. Очень хорошо. Прямо качественно. Так, начас. Тоже лагает. Что такое? Хороший дублжамп. Очень хорошо. Очень хорошо. Только еще секунду, да, до топа. А где эта секунда? А хуй его знает, да? Вот всегда вот так играешь какую-нибудь карту. Ты вроде прошел хорошо, а до топа еще секунды. И ты такой, ебать. А где секунда, ребят? Потеряли секунду? Украли? Где? Так, Сити Хабиб. Hello! Я не уверен, я не уверен, что Сити вроде не смотрит обзоры. Ну ладно. Будем по-русски просто. Я к этому говорю. Ну, Сити нормально. Стрефит, как бы тут, ну, претензий вообще нет. В принципе, у нас все ребятки нормально играют. Хороший дублжамп. Очень хороший. И под конец нормальный дублджамп тоже. Это еще рампа, типа, то, что она немножко под углом эта рампа, то есть она не прямо, да, как линия, а она немножко под углом. Из-за этого, если вы прыгаете, типа, под каким-то определенным углом, не буду, да, врать, сейчас так не проанализирую быстренько, то вы потеряете больше скорости, чем будете прыгать под другим углом, типа, ну, понимаете, да? Так, маскаль, маскальтх, 28. Вот хороший тоже приджамп, пожалуйста. Вдоль стеночки просто волстрейфом. Никакие серклы не нужны. Вы же смотрите обзоры, ребят, учитесь на, так сказать, на других. Это очень полезный навык в фраге, по крайней мере. Очень хороший пауэрот, прям, прям, хороший, скипнул рампу. Так, хостовары 26. Ну, тут скип и рампы, походу, пойдут уже. Так, голландский роуд, я понял. Немножко другие, кстати, зоны используют, немножко по-другому прыгают. Хостовары, так сказать, явно знают, что он делает. Очень много скорости. Без даблджампа. Скип рампы. Ну, качественно, качественно. Правда, тебя на фрейм перевел про кип-поп, я не знаю, может тебя теперь кикнуть. Ну, тут, в общем, получается, что на этом этапе игры, в плане скоростей, тут очень интересная дилемма вырисовывается с тем, как выстраивать роуд. Какой делать приджамп, какую тебе скорость надо, где тебе надо прыгать и так далее. Потому что получается, либо у тебя спейсинг, как у проки-попа с даблджампом, либо как у Артема Михайловича без даблджампа. Но без даблджампа это плохо. Без даблджампа это нехорошо. На месте хостоваров... Я не знаю, там, может, времени, конечно, у него не было. Но на месте хостоваров я бы пересмотрел, так сказать, эту идею, по крайней мере, с тем, чтобы вилять на лево, да, чтобы зоны, да, получше завязать. Но, не знаю, это... Ну, в общем, сложные вопросы. Так, Миново, 1-7-0-9. Миново очень сильно играет. Тоже, кстати, вот через лево, да, пошел. Давайте посмотрим, какой здесь спейсинг. Возможно, хостовары просто не дожал по скорости, да? Или как-то где-то повернул неправильно. Сейчас узнаю. Нет, тоже без... Не-не-не, да. Ну, тут без скипа рампы. Ну, без скипа рампы, наверное, попроще в ЦПМ, потому что ты, в принципе, пока целишься, наверное, теряешь, как бы, какую-то часть скорости. Так, третье место, Драконикс. Поздравляем, Драконикс, а третье место. Давайте посмотрим. Тоже через лево, тоже без даблджампа будет, да? А с другой стороны, как бы, берешь пошире чуть-чуть, да, вот как Драконикс сейчас. Наверное, Драконикс сейчас на даблджамп попадет. Нет? Нет, нет, нет. Можно, наверное, где-то взять чуть-чуть пошире, и тогда будешь попадать на даблджамп. Ну, это я так легко говорю, как бы, и надеюсь, что ребятки знают, что я понимаю, как это все работает, потому что я, как бы, тоже не чмо, не лох с горы в дефраге. Я тут, я просто подумал, что это так все легко звучит, ну, а пошире. А на самом деле это пошире, это надо найти где, найти как, это надо потом зоны перестроить. Типа там, там на самом деле очень много нюансов, но суть, как бы, я передаю в двух словах. Не хочу ни в коем случае принизить чьи-то труды. О, так, квазар, по идее, тайм-ресет. Как бы, это очень спорный сейчас будет момент. Я напишу обязательно нашим валидаторам, что надо обратить внимание на квазара. Тоже без даблджампа. Ну, возможно, как бы даблджамп здесь и не нужен, если ты просто можешь замаксить свою скорость перед рампой. Но я бы все-таки подумал, да, я бы подумал. И сейчас мы поздравляем, так сказать, квазара со вторым местом, Анха с первым. Сейчас мы посмотрим, что же там произошло. Так, ну, квазара тайм-ресет. В принципе, он ему не дает никакого преимущества. Очень узко. Почти под даблджамп. Ну, короче, просто быстрее, да, но все ясно. Феномен Анха раскрыт. Просто старайся лучше, просто быть быстрее. Давайте еще раз по топовым демкам пройдемся. С квазаром очень тяжело будет решить, я не знаю. Хотя, ну, это мне тяжело. Носф, возможно, скажет тайм-ресет. Ну, все, невалидно. Но, как бы, преимущество. Хотя дает приджамп лучше, да, чем у других получается. Не, ну, демка очень качественная. Веку-3 прям очень хорошо. Мне нравится. Это, конечно, облет вот этой рампы, это, конечно, двойная пенетрация в два горла, блядь, на... Ну, да, спасибо, Ивух, за демочку. Давайте еще раз Анха оценим. Давайте посмотрим, типа, все приземлялись где. Смотрите, какой приджамп у человека, ребят. 664, учитесь. То есть, обычно, обычно все приземляются вот здесь, да, либо идут вообще налево, а Анх идет просто по прямой, и он приземляется сюда, он перелетает. То есть, если мы посмотрим, вообще заступом. То есть, вот. Это уже удлиняет спейсинг. То есть, его задача, если мы видим, я, ну, я анализирую вслух, да, если мы видим, что, значит, обычным каким-то роутом, допустим, вот как у, там, у ребят, да, ниже Анха, давайте так скажем, мы не попадаем на даблджамп, то что нам нужно сделать? Нам нужно сместить спейсинг, да? Один из вариантов, как сместить спейсинг, это пойти где-то, ну, изменить траекторию. Давайте так, не будем углубляться сильно. Изменить траекторию. Следующий вариант сбросить скорость где-нибудь, да, например, манипуляция со скоростью. Ну, и следующий вариант тоже манипуляция со скоростью, но она, так сказать, включает в себя увеличение набора скорости и сужение траекторий. То есть, вот, он приземлился чуть-чуть дальше, чем другие, у него уже вот эта вот часть, казалось бы, немножко, но у него уже по-другому прыжки идут. То есть, он здесь приземлится дальше, чем другие, и дальше он, типа, будет дальше, чем другие. Это все очень влияет. Понятно, что у него тут все, в принципе, идеально, там, и по прыжкам, и по воротам, и так далее, но, как бы, базовая вот эта вещь, ее нужно видеть, понимать. То есть, он вообще в максимум, просто он максимум выжимает из траектории и скорости, чтобы здесь приземлиться чуть-чуть ближе к рампе, чем остальные, и из-за этого получить без даблджампа больше скорости, чем остальные. То есть, у него, по идее, на 100 упсов больше, чем у остальных. Ну, и без облета рампы, да, потому что у тебя спейсинг прямо на рампу получается. Хотя, типа, там можно, наверное, какой-то даблджамп на кубики сделать, и можно, можно быть, заводить, так сказать, эту рампу. Ладно. Так, что, почти час уже обзор идет, ничего себе. Так, в общем-то, Квазар под вопросом, если что, Биного, поздравляю, топ-3, заслуженная, драконикс, поздравляю, топ-2, заслуженная, молодцы. Так, ко мне начинает уже приставать код, потому что, видимо, говорит, хватит покорми меня, хватит писать обзоры. В общем-то, тридцатная демка ЦПМ, 17 демок Куку-3, очень классно, очень приятно. Играем новый варкап Биатрикс Лу, почитаем. Я думал, там плазма, а там стрейф. Наконец-то нос увидел и прислушался к тому, что большинство играет на строфе. Вообще, это работает не так, я, я, ладно, вообще, это, ну, типа, ничего он не увидел, я думаю, хотя, может, и видел, ее начали играть, не знаю, я не видел, чтобы ее играли, я последние дни ушек нет, пока только плазма. Да, это я так сказал. Ну, ладно. В общем, ладно, я, я не видел, я в онлайне, в принципе, играю в последнее время, и я не видел, чтобы эту карту прям играли, но вчера вечером ее играли. В общем-то, ладно, там надо стрейфить, стрелять по мишенькам, наслаждайтесь, так сказать. Ну, и все, еще раз напоминаю всем, что спасибо, говорим все спасибо, итогу, обязательно, итогу за обзоры, обязательно надо говорить спасибо. Значит, говорим спасибо Кузлеху, говорим спасибо Кузгуху, потому что Кузгух тоже поддерживает, ну, и всем, вообще всем, кто поддерживает, спасибо, но мы отмечаем недавних, да, и Константину Владимировичу тоже спасибо за поддержку. И еще, если вы вдруг пропустили начало, напоминаю, мой старый аккаунт в Телеграме заблокирован, доступа к старой группе в Телеграме, к старому каналу в Телеграме нету, поэтому мы читаем, значит, переходим там в любой последний из трех комментариев, я там оставил сообщение с другого аккаунта уже. Блядь, код, пожалуйста. Переходим по ссылке в описании здесь под роликом, либо по ссылке в Телеграме в комментариях, которую я оставил, и подписываемся на новую группу, потому что старая все, старая Forbidden, удаляем ее нахуй, она не нужна. Все, всем удачи, спасибо, всем пока.